Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Президентские указы расширили возможности для оказания услуг в сфере агроэкотуризма и в ремесленной деятельности. В Беларуси разработали новые дифференцированные тарифы на субсидируемые услуги ЖКХ для населения. Эксперимент. В нескольких домах Гомеля установили счетчики воды с дистанционным управлением. Это исключит ошибки абонентов при снятии показаний. А теперь об этом и не только подробнее. Возможности для оказания услуг в сфере агроэкотуризма расширены в Беларуси. Это предусмотрено указом номер 365 о развитии агроэкотуризма. В первую очередь документ направлен на устранение административных барьеров, тормозящих развитие этого вида деятельности. Так, указ закрепляет право граждан, проживающих в сельской местности, имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих земельных участков. Ранее оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могли исключительно граждане, имеющие в пользовании земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства. Субъектам агроэкотуризма предоставляется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, сопутствующих этому виду деятельности, в том числе проводить презентации, юбилеи, банкеты. Жилой дом, необходимый для размещения гостей, согласно указу, может принадлежать как непосредственно гражданину, оказывающему услуги в сфере агроэкотуризма, так и членам его семьи. При этом также допускается возведение гостевых домиков, которые не подлежат включению в жилищный фонд. Планируется, что указ будет содействовать повышению как туристической привлекательности страны, так и вовлечению в экономическую деятельность населения, проживающего на территории сельской местности. Документ направлен на стимулирование деловой активности и исключение излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования. Еще один указ номер 364 расширил перечень видов ремесленной деятельности. В него включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда. Также уточнены места и способы реализации ремесленной продукции. Помимо продажи своих изделий на рынках, ярмарках и в иных местах, определяемых местными исполнителями и распорядительными органами, ремесленники смогут продавать изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать продукцию покупателям. Ремесленники также смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете. Принятие всех этих мер будет способствовать развитию народных промыслов, сохранению и приумножению традиций ручного труда, а также вовлечению трудоспособного населения в экономическую деятельность. Указ входит в пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности. Продолжаем выпуск. В Беларуси разработали новые дифференцированные тарифы на субсидируемые услуги ЖКХ для населения. Проект документа «Тарифная тетрадь» был разостан в бизнес-союзы для согласования и сбора предложений и будет представлен президенту. Например, сейчас стоимость услуг по техобслуживанию жилого дома зависит от его этажности, от наличия инженерных систем. Предлагается же ввести дифференцированные тарифы на эти услуги по следующим группам домов. Одноквартирные и блокированные жилые дома, многоквартирные жилые дома малой и средней этажности 1-5 этажей, многоквартирные и многоэтажные жилые дома 6-10 этажей, многоквартирные жилые дома повышенной этажности 11 этажей и выше. Тариф на водоснабжение хотят привязать к качеству воды. Предлагается ввести разные тарифы по водоснабжению для тех, кто живет в частных домах и многоквартирных. Во втором случае стоимость услуги водоснабжения выше, чем в первом. Тариф с повышающим коэффициентом на водоснабжение могут ввести и для тех, кто не установил индивидуальные приборы учета воды при наличии технической возможности его установки. При расчете платы за услуги водоснабжения и водоотведения предлагается сохранить действующий дифференцированный подход при применении тарифа в зависимости от объемов потребления. Сейчас напомню, это 140 литров в сутки на одного зарегистрированного. Тариф на теплоснабжение хотят дифференцировать в зависимости от наличия использования приборов индивидуального учета тепла, а также в зависимости от энергоэффективности жилого дома. Тарифы на оплату электроэнергии как в зависимости от объемов потребления, так и времени суток намерены оставить. Что касается санитарного содержания вспомогательных помещений жилого дома, то сейчас стоимость этой услуги не подлежит государственному ценовому регулированию. Правительство лишь рекомендует предельное значение стоимости их оказания для населения. Предлагается же ввести три тарифа в зависимости от перечня услуг и периодичности их оказания. Продолжение темы. Учет потребления воды, электроэнергии, а в будущем газа станет автоматизированным. Пилотный проект сейчас реализуют в нескольких домах Гомеля. Один из них находится на улице Сосновой. Действует система следующим образом. В 72 квартирах установлены специальные модули, которые фиксируют информацию о потребленных объемах и через систему GSM данные в режиме онлайн отправляют в расчетные центры. Во-первых, так можно сразу выявить не плательщиков, а у контролеров исчезает необходимость ходить по квартирам и сверять показания счетчиков. Мы совместно с Гомель Энерго все-таки выполнили этот пилотный проект по данному дому. Что это дает? На сегодняшний день первое, это мы можем контролировать все утечки и несанкционированный отбор воды в доме. Это касается сетей внутридомовых. Второе, это то, что человек получает возможность уже контролировать свою оплату четко на последний день месяца, сколько потребил данные услуги по водоснабжению. Столько и можно заплатить, можем и контролировать. В данном доме мы объединили усилия энергетиков и Гомельского водоканала по автоматизации системы учета данных. То есть в квартире у жильца установлено два водяных счетчика с возможностью передачи данных. Передача данных осуществляется на электрические счетчики, которые являются коммутационным устройством. И вся информация сводится в коммутационный блок, который находится в электросчетовой данного дома. Также в Гомель есть два дома, в которых также осуществляется дистанционный съем показаний прибора учета воды, но там без включения в данный процесс электрических счетчиков. Здесь мы систему объединили с энергетиками. Посмотрим, какая система будет давать лучшие результаты, будет более дешевая эксплуатация. В будущем, когда роботизированными системами оборудуют весь жилой сектор, самостоятельно снимать показания со счетчиков воды и электроэнергии будет не нужно. Пользователи интернет-банкинга увидят свои кубы или киловатты в личном кабинете. Тот, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги в банке или на почте, также смогут на месте получить информацию о потребленных объемах. Система дистанционного съема данных с прибора учета расхода воды, она будет решать несколько задач. В первую очередь, это улучшение качества обслуживания наших абонентов, то есть мы выходим на более новый современный уровень. Данные будут сниматься автоматически, дистанционно, в последний календарный день месяца и далее выставляться уже готовые счета в платежную систему АИС-расчет. Это исключит ошибки абонентов при снятии показаний, искажения данных, ну и, как правило, сведет к минимуму перерасчеты, обращения, жалобы и так далее. Кроме этого, мы сможем получить четкий баланс между водой, поданной в сеть и потребленной абонентами, потому что на сегодняшний день, к сожалению, все абоненты следуют правилу снимать показания в последний день месяца, ну и далее их оплачивать. Но уже имея этот четкий баланс, сможем оперативно оценивать состояние системы, своевременно выявлять повреждения на сетях, подключение несанкционированных абонентов, хищение воды и так далее. Ну и, в принципе, своевременно полученная плата будет направлена в дальнейшем на реконструкцию, развитие системы и улучшение качества обслуживания абонентов. Кстати, новостройки планируется сразу оснащать новыми системами. Хотя пока это хорошее и полезное дело требует решения ряда законодательных моментов и, разумеется, больших денежных затрат. И последняя новость выпуска. 1 ноября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. Участок на улице Мазурова предназначен для размещения торговых киосков или киосков бытового обслуживания населения. Участок на улице Пеняськова предполагается использовать для строительства и обслуживания объекта общепита с системой МакДрайв. Участок в Красном Маяке рассчитан на строительство одноквартирного жилого дома. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефона в Гомеле 3109 48 или 4197 86. На этом у меня все. До встречи!